Слушайте доктора. Вадим Ральников, главный врач Кировской областной клинической больницы. Здравствуйте, Вадим Владиславович. И Антон Витальевич Завалин, руководитель регионального сосудистого центра. Здравствуйте, Антон Витальевич. Итак, в первую очередь хочется у Екатерины Эдуардовны спросить о статистических данных. Насколько изменилось в последнее время количество заболеваемых и смертность? Расскажите, пожалуйста. Да, я думаю, что начиная с сегодняшнего разговора нужно обозначить его актуальность. Действительно, болезни системы кровообращения являются самыми распространенными как в мире, так и в Российской Федерации. Если говорить о Кировской области, то заболеваемость 2016 года составила более 33 тысяч человек на 100 тысяч населения. То есть получается, что каждый третий житель Кировской области страдает тем или иным заболеванием системы кровообращения. Из них лидирующее место занимает, конечно же, гипертоническая болезнь. Заболеваемость более 15 тысяч на 100 тысяч населения. Второе место – ишемическая болезнь сердца около 6 тысяч на 100 тысяч населения. Ну и, естественно, самым грозным заболеванием из всей линейки болезней системы кровообращения является острый инфаркт миокарда. Если говорить о смертности, то за последние 5 лет, в общем-то, не побоюсь этого слова, осуществлен настоящий прорыв в оказании медицинской помощи этой категории больных. Смертность буквально 5 лет назад составляла более 1100 на 100 тысяч населения. По предварительным данным 2017 года она составляет 718. То есть действительно смертность существенно снизилась. И немаловажным и основной причиной таких результатов, достижения таких результатов стало развитие сосудистой программы. Она развивалась как на территории всей Российской Федерации, так и непосредственно в Кировской области. В нашем регионе создана сеть сосудистых центров. Это региональный сосудистый центр, расположенный на базе Кировской областной клинической больницы. Мы на сегодня еще поговорим подробнее. Да, и 5 первичных сосудистых центров. Один из них находится на базе Кировской городской клинической больницы номер 1. И центральных районных больницах города Советска, Слободского, Кирово-Чепецка и Вятских поля. Да, и начали мы уже разговор о сосудистом центре. Я думаю, что во многом благодаря, как вы сказали уже, развитию и появлению подобных центров удалось такой вот прорыв мощный сделать. Итак, давайте теперь перейдем к разговору о сосудистом центре региональном, который был создан для борьбы с сосудистыми катастрофами головного мозга и системы кровообращения. Какое количество пациентов, Вадим Владиславович, вопрос интересуется вам, получило медицинскую помощь за это время, за время его существования? И в чем конкретно она заключалась? Как я соглашусь с Екатериной Эдуардовной, потому что проблема на территории России, в частности нашего субъекта, она была актуальна. И была реализована сосудистая программа. За 6 лет работы регионального сосудистого центра на базе Кировской областной клинической больницы было пролечено более 10 тысяч пациентов с заболеванием сердца. Из них 2 третьих пациентов было прооперировано. Треть пациентов было выполнено стентирование. Одной треть пациентов, это более 3 тысяч, выполнилось техническими вмешательствами. Это аортокоронарное шунтирование. Всем пациентов, без исключения, при поступлении выполнялась коронарография. Что на сегодняшний день представляет региональный сосудистый центр? Это мощное лечебное структурное подразделение, в состав которого сегодня включены 120 коек. И оно состоит из двух отделений. Это отделение неотложной кардиологии, в структуру которой уходит 12 реанимационных коек. Оснащенный, по последнему слову, техникой, современной дыхательной аппаратурой. Отделение неотложной неврологии на 60 коек, в структуру которого также входит 12 реанимационных коек. Кроме того, в структуру регионального центра интегрированы и другие отделения, такие как отделение кардиохирургии, отделение нейрохирургии, отделение рентгеноскулярных методов исследования. Мощная диагностическая база, в состав которой входят два современных магнитно-резонансных томографа, компьютерный томограф, два рентгенонгиографических комплекса и другая аппаратура экспертного класса. Кроме того, в структуру регионального сосудистого центра интегрирована и центральная клиническая лаборатория, позволяющая выполнить весь спектр необходимых анализов для современной постановки диагностики заболеваний и болезней системы кровообращения. И в связи с этим хочется спросить у Антона Витальевича, с какими болезнями поступают в центр? В первую очередь следует отметить, что сосудистый центр, как региональное, так и первичное сосудистое отделение, созданы для лечения острых сосудистых состояний, острых сосудистых катастроф. То есть все пациенты, которые поступают в данные структуры, имеют какие-либо жизнеугрожающие состояния и приезжают в 99% случаев на скорой помощи или силами санитарной авиации, как наземным, так и авиатранспортом. Если говорить о нозологиях, то есть о заболеваниях, какие подлежат госпитализации, то это острое нарушение коронарного кровообращения или, попросту говоря, инфаркты, миокарды, острое нарушение мозгового кровообращения или более популярен термин инсульт. Это нарушение ритма сердца, требующее вмешательства специалистов высокого уровня, специалистов-врачей-ритмологов, нарушение проводимости сердечной мышцы, требующей имплантации искусственных водителей ритма или, как более популярен термин, электрокардиостимуляторов. Это такие жизнеугрожающие состояния, как тромбоэмболия, легочная артерия. Это сложное состояние, связанное с тромбозом одной из артерий малого круга кровообращения, часто заканчивающейся также летальным исходом. Также подлежит госпитализации в региональный сосудистый центр, где выполняется высокотехнологичный метод лечения данных состояний по растворению тромбов и реконализации. Расскажите еще, пожалуйста, о факторах, которые способствуют появлению и развитию данных заболеваний. О факторах риска. Факторы риска, да, это то, что следует знать нашим пациентам, нашему населению, то, что нужно искать на диспансерном учете в поликлиниках амбулаторных условий, чтобы предотвратить те самые сосудистые катастрофы. Потому что, как бы ни хвалили современную службу регионального сосудистого центра, сосудистую программу, вообще, безусловно, профилактика – лучшее лечение. Именно не доводить наших пациентов до сосудистых катастроф, до острых жизнеугрожающих состояний – это самое главное, что нужно делать, а не только геройски бороться с самыми современными методами с уже случившейся катастрофой. Если конкретно перейти к факторам риска, то они же, в общем-то, известные, о них постоянно говорят. Основной фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, не побоюсь сказать, 90% случаев – это курение. Кто бы чего ни говорил, ни считал, но, тем не менее, мы видим, что заполняемость палат нашего отделения – это курильщики, причём курильщики со стажем. Хочу сказать, не только своё наблюдение, 8 лет стажа курения. Если пациент, человек имеет, жди беду в каком-либо органе, она обязательно появится. Поэтому призываю всех, кто меня сейчас слышит, отказаться от этой погодной привычки раз и навсегда, дабы не встретиться со мной в иных условиях. Курение как у мужчин, так и у женщин одинаково влияет на атерогенез, то есть закупорку сосудов, повреждения стеночки артерий, как в сердце, так и во всех остальных органах. Почему мы выделяем сердце? Потому что это всё-таки наиболее важный орган, оно в первую очередь страдает. А на самом деле все сосуды организма повреждаются при курении. Причём, отмечу для радиослушателей, что количество выкуриваемых сигарет в день никакой роли не играет. Даже одна сигарета в день – это курильщик, и ты на неправильном пути. Менее значимые факторы риска, но которые, безусловно, в свой определённый вклад вносят – это гиподинамия, характерная для нашего населения, для наших подвозных людей. Ну что, поясните, пожалуйста, что это такое? Гиподинамия – малое движение, то есть сидячий образ жизни. Это малый подвижный образ жизни. Сейчас все за рулём, все за компьютерами, на горках мало кто катается, разве что в новогодние каникулы, и то не всегда. Это ожирение, как следствие, вероятно, гиподинамия. Это избыточный вес, который также характерен для нашей популяции в Кировской области. То есть избыточный вес – это дополнительная нагрузка на сердечную мышцу, на систему кровообращения вообще. Что также в сочетании с курением, гиподинамией, вот они друг друга усиливающие факторы риска. Вот основные три фактора риска, которые устранимы. Вот они устранимы. Следует уточнить ещё некоторые менее распространенные. Например, приём гормональных препаратов, особенно контрацептивов у молодых женщин. Мы встречали инфаркт миогарда у этой категории пациентов. Это всё устранимые факторы. Среди неустранимых – наследственность, но о ней говорить не стоит, её вклад менее 1% в заболеваемость этими состояниями. Поэтому говорить, что во всех этих болезнях виноваты наши родители – это неправильно. То есть остальные 99% факторов – это то, что человек сам может устранить, дабы с вами не встретиться лично и познакомиться. Совершенно верно. Да, даже без подсказки врача. Бросить курить можно самостоятельно. В крайнем случае со специалистом нарколога. Да, проявление этих факторов, как они сказываются на здоровье и как раз на развитие заболеваний? Как проявляются заболевания сосудистые? Ну, симптомы сосудистых катастроф, безусловно, нужно знать всем. Не только тем, кто, не дай бог, заболеет этим состоянием, но может увидеть эти состояния у родственников, знакомых, соседей и так далее. То есть острая, если говорить об инфаркте миогарда, это в первую очередь боль в груди. Типичный болевой синдром – это боль. Боль – это тот симптом, который заставляет человека обратиться к врачу почти всегда. Остальные симптомы менее значимы, но боль – это то, что человека действительно беспокоит. Он не может выполнять физическую нагрузку, бытовые действия и так далее. Боль загрудинная, остро, внезапно возникшая. Поскольку мы говорим об острых состояниях, то всё, что перечисляется, это остро возникшие симптомы. Не те, с которыми он жил годами, а то и десятилетиями, а именно то, что возникло порой внезапно в течение нескольких часов. Потому что всё, что связано с сосудистыми катастрофами, связано, как правило, с тромбозами, то есть внезапной закупоркой артерии. Тромб формируется в течение 2-4 часов, и вся симптоматика развивается в течение этого времени. Итак, если говорить об инфаркте, это боль. Боль за грудиной, ни справа, ни слева, ни под мышкой, ни сзади, а именно, как я обычно выражаюсь, в проекции мужского галстука. То есть строго посредине тела человека. В этом случае необходимо незамедлительно реагировать. В этом случае, да, лучше незамедлительно реагировать и вызвать врача. Лучше, как говорят, перестраховаться, чем использовать не всегда адекватные советы из прессы. Разных источников. Из разных источников, да. Не хочу сказать, что советы в этих источниках всегда неправильные. Но для неспециалистов они могут быть ошибочны. И чтобы не затягивать госпитализацию, у нас сейчас есть все возможности, с нашей стороны, чтобы не затягивать эти госпитализации, лучше своевременное обращение к тому, кто может снять электрокардиограмму, а это врач или, как минимум, медицинский работник, и дифференцировать, что это остеохондроз или всё-таки какая-то катастрофа в вашем организме. Боль в груди, сопровождающаяся внезапной слабостью, холодным потом, с радиацией в руки, связанная с нагрузкой, так скажем, то есть в покое меньше, при нагрузке больше. Это повод вызвать скорую помощь или обратиться к ближайшему медицинскому работнику, приняв меры по прекращению физической нагрузки со своей стороны. Помимо боли в груди, что-то ещё Вы можете назвать особенно яркие такие факторы, которые незамедлительно показывают нам? – Слабость, холодный пот, страх смерти – это то, что сопровождает наших пациентов, у которых развивается инфаркт миокарда в течение часа. Гипотензия, то есть низкое давление, как связанное с этим головокружение, а то и обморочное состояние также могут присутствовать в этой ситуации. Что касается атипичных форм, то иногда бывает инфаркт миокарда связан с болями в животе, с расстройствами кишечной деятельности, с нарушениями дыхания, имитируя бронхиальную астму, особенно у тех, у кого она была уже диагностирована. Всё это затрудняет диагностику на самостоятельном этапе, даже не будем говорить на госпитальном, на самостоятельном этапе. Поэтому это повод обратиться к короче. Сосудистая катастрофа требует активных действий, как со стороны пациента, так и со стороны медицинского работника. Спасибо большое за пояснение. Вадим Владиславович, вернёмся к вам. Как мы выяснили только что, прогрессирует количество заболеваемости, количество факторов возрастает с условиями нашей жизни, что сейчас у людей преимущественно сидячий образ жизни, как мы сказали. В связи с этим наверняка требуется изменение в работе клиники. Верно? Вот расскажите, пожалуйста, о том, как эта работа сейчас меняется на протяжении, получается, шести лет. Чего удалось достичь? Я могу сказать, какие были произведены изменения за последний год. Что мы вынесли, какие вынесли изменения в работу по улучшению при оказании помощи пациентам с заболеваниями сердца. Во-первых, в региональном сосудистом центре на базе Кировской областной клинической больницы мы организовали круглосуточное дежурство в стационаре рентген-эндоваскулярных хирургов, кардиохирургов и нейрохирургов, что позволило сократить минимальный период времени от момента поступления до доставки пациента в операционную и на стол. То есть так называемый такой профессиональный термин «дверь-баллон». То есть на сегодняшний день временной интервал у нас колеблется в пределах 30 минут при нормативе 60. То есть это то время, когда скорая помощь, либо санитарная авиация воздушным бортом доставила пациента из районной области. Пациент поступает к нам в приемный покой, он обследуется, ему выполняется обязательно процедура коронарография, выявляется проблемный участок, стеноз артерии, пациент поднимается в операционную, и ему малоинвазивно уже проводится операция, раскрывается эта заинтересованная артерия, проводится революскализация, пускается кровоток. Вот это время на сегодняшний день у нас составляет 30-35 минут. Это, я считаю, очень важный временной фактор, который способствует своевременному оказанию помощи, благоприятно сказывается на том, что позволяет уменьшить зону инфаркта. Что такое инфаркт? Это некроз сердечной мышцы. То есть несоответствие потребностей кислорода с поставкой его вследствие различных причин, которых мы, Антон Витальевич, уже рассказали. Да, же говорю. Это очень важно. Второй, я считаю, очень большой вехой, что мы сделали в этом году. Значит, на территории Кировской областной клинической больницы была построена вертолетная площадка, тем самым мы максимально приблизили специализированную, в том числе и высотехнологическую медицинскую помощь, кооперационной, из отдаленных уголков районов Кировской области к нам пациент доставляется. Подлетное время составляет час-час пятнадцать, что немаловажно. Мы говорим здесь о сосудистых катастрофах, катастрофах при заболевании сердца, когда каждая минута у нас на счету. При постановке диагноза пациент доставляется санитарным транспортом, бортом практически, я не побоюсь этого выражения, вертолет садится в операционную, буквально тут же ремобилем он доставляется в приемный покой, обследуется, и пациенту выполняется уже высотехнологическое медицинское вмешательство. То есть помощь стала более доступной, сократились временные интервалы, что благоприятно сказывается на основные стратегические наши цели. Поясните, пожалуйста, как влияет время доставки пациентов на качество лечения? Разделим понятие в Кирове, непосредственно в городе Кирове и в Кировской области. В городе Кирове пациент доставляется у нас бригадами скорой помощи. Время доставки скорой помощи, там существуют свои нормативы, и время, как я уже сказал, является основополагающим, потому что происходит катастрофа, сосудистая катастрофа, назовем, скажем так, разберем, если инфаркт. Пациент поступает, он сразу обследуется, и в кратчайший период времени, чем быстрее мы возьмем его в операционную, тем будет благоприятней прогноз в плане того, что зона некроза будет меньше. По нашему опыту мы наблюдаем, что у некоторых молодых пациентов при возникновении острого коронарного синдрома, развития инфаркта, своевременно проведя операцию, даже не успевает развиться инфаркт, на следующий день уже пациент, смеющийся, сидит в палате, и он даже не представляет, что с ним произошло. Что касается пациентов из отдаленных районов Кировской области, это также является существенный временной фактор, потому что мы называем такие понятия, как терапевтические окна. Это те промежутки, кто-то называет его перед золотым часом, кто-то называет терапевтическим окном. Поясню для наших слушателей, то, что терапевтическое окно – это тот терапевтический промежуток, где наши манипуляции, действия, медикаментозная терапия, высотехнологические, медицинские, оперативные вмешательства, малоинвазивные, будут эффективны. Вот при стентировании этот временной промежуток, он равен 12 часов. 12 часам. При ишемических инсультах головного мозга, он для тромболизиса, терапевтический промежуток – это до 4 часов. Поэтому время доставки, четкая слаженность в работе, является основополагающим фактором по снижению летальности в этой группе болезней в системе травообращения. Вы упомянули уже вертолетную площадку, которая построена была на территории областной больницы. Расскажите, пожалуйста, какое количество пациентов было доставлено ваше медицинское учреждение из районов Кировской области с момента организации этой площадки? С момента организации воздушного сообщения и обустройства вертолетной площадки на территории Кировской областной клинической больницы было эвакуировано с районов Кировской области совершено 280 посадок. Конечно, пациенты доставлялись различной патологией, но сегодня тема сегодняшнего у нас… А кардиологии? Идет именно болезнь системы кровообращения. С болезнями сердца было эвакуировано порядка 152 человек. Всем пациентам были в экстренном порядке проведены обследования. Это коронарография. Из них было выполнено 42 стентирования, то есть это малоинвазивно, через прокол, либо через лучевую артерию, либо бедренную артерию. Лучевой или бедренный доступ малоинвазивно произведена установка стендов, то есть раскрыты те артерии. Установка стендов выполнялась и одного, двух и более стендов. Значит, было имплантировано порядка 43 искусственных водителей ритма или электрокардиостимуляторов у пациентов со сложными нарушениями ритма. И в экстренной и отложенной форме была оказана помощь пациентам, были выполнены высокотехнологические медицинские вмешательства. Это с 40 пациентом было выполнено аортокоронарное шунтирование. Это уже более такие серьезные операции, направленные на ревоскуляризацию миокарда при помощи вшивания дополнительных шунтов. Екатерина Ивановна, к вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, о работе по ветеранной площадке на территории областной больницы. Мы знаем другие ветеранные площадки, которых было несколько организовано в городе Киеве. Да, действительно, с июля прошлого года получила новое развитие программы санавиации. Была получена субсидия порядка 188 миллионов рублей. Были построены вертолетные площадки. Вот одна из них на территории города Кирова на базе Кировской областной клинической больницы. Вторая на базе Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии. И третья на улице Ульяновской, 37. Таким образом, мы понимаем, что все вертолетные площадки в Кирове находятся вблизи или непосредственно на территории ведущих медицинских учреждений. Кроме того, вертолетные площадки были построены во всех районах Кировской области. Тоже буквально в нескольких минутах доступа от центральных районных больниц. Санитарная эвакуация в прошлом году осуществлялась тремя вертолетами. Это вертолет «Ансад» и два вертолета «Ми-2». Было произведено 522 вылета, было эвакуировано 566 пациентов, из них 86 детей, из них 22 ребенка до года. И, в общем-то, конечно, основные нозологи, основные заболевания, с которыми пациенты эвакуировались, это вот в первую очередь по сосудистой программе пациента с сосудистыми катастрофами, это инфаркты, инсульты, нарушения ритма сердца, это травмы, множественные сочетанные травмы, это острая хирургическая патология, это патология беременности, и это дети, то есть болезни раннего детского возраста. То есть вот сколько жизней удалось благодаря этой программе сохранить. Да, и мне бы еще хотелось отметить, что в этом году Кировской области удалось наконец-то преодолеть такая у нас критическая граница была по общей смертности 15 на 100 тысяч населения, мы никак не могли снизить ее. Но вот тоже по предварительным результатам 2017 года, в том числе благодаря этой программе, общая смертность снизилась порядка 14,6-14,7. То есть это, конечно, дорогого стоит, это, конечно, комплексная работа всей системы здравоохранения, но, тем не менее, результат налицо. Есть ли уже план по работе вертолетных площадок на текущий год? Да, безусловно, эта программа будет продолжена, будет продолжать осуществляться эвакуация двумя вертолетами, то есть эта программа будет продолжаться. Вернемся к областной больнице. Вадим Владиславович, расскажите про самое, наверное, интересное, что сейчас может быть, это IT-технологии, которые Вы используете в работе именно по данной теме? Мы не стоим на месте, и IT-технологии развиваются, и мы развиваемся параллельно с ними, и мы их берем на вооружение для того, чтобы они работали на пользу, на снижение смертности при оказании помощи пациентам с болезнью системы им кровообращения. На сегодняшний день, по прошлому году, в четвертом квартале, мы внедрили программу теле ЭКГ. Что это такое, я вкратце поясню нашим слушателям. То есть это возможность дистанционной передачи ЭКГ от пациента с любой точки, с любого самого отдаленного района. То есть система позволяет снять ЭКГ медицинскому работнику, врачу, фельдшеру, и по системе специального передатчика переправить ее в оригинальный сосудистый центр. Программа также позволяет автоматически расшифровывать ЭКГ с очень высокой вероятностью. Она расшифровывает, автоматически может давать ответ. С любой точки, с любого компьютерного доступа, с любой рабочей точки наши доктора могут непосредственно проконсультировать врача скорой помощи, фельдшера, дать пояснение, выйти на консультацию в режиме реального времени, сделать онлайн-консультацию, определить тактику дальнейшего лечения, ведения данного пациента и организовать своевременный перевод данного пациента. В настоящий период времени мы планируем развиваться дальше и установить данную программу, систему. Это программный продукт отечественного производства, который мы планируем также установить в отдаленные офисы врача общей практики. А сейчас он где установлен? Они сейчас установлены на станции скорой помощи, на машинах, потому что данная бригада не первая контактирует. То есть поступает вызов, как мы говорили, приезжает бригада, снимает ЭКГ, сразу ЭКГ может автоматически передано быть нам. То есть по направлению может быть там от дома пациента до... По направлению, как правило, это помогает в работе, страхует наших коллег. Сразу ЭКГ отправляется. За время внедрения к нами было уже прочитано и было отослано порядка 13 тысяч электрокардиограмм за этот период времени. Значит, мы также планируем, я повторюсь, установить данные системы в офисы врача общей практики в отдаленные с населением там более полутора тысяч человек, где врач общей практики, фельдшер, может заподозрить какую-то патологию, сняв ЭКГ. Здесь же незамедлительно направить его в региональный сосудистый центр и получить высококвалифицированную консультацию. Дальше тут может быть принято решение при том, что мы видим какую-то патологию, очаговость на ЭКГ. Наш доктор, дежурный доктор, руководитель регионального сосудистого центра, он контролирует данный вопрос, просматривает все ЭКГ. Он определяет дальнейшую тактику ведения пациента, в том числе его перевод санитарным транспортом в региональный сосудистый центр уже для оказания высокотехнологической медицинской помощи при патологии сердца. Что еще планируете внедрить в текущем году? Значит, на этом мы не собираемся останавливаться и мы планируем внедрить дистанционный мониторинг пациентов, которым были установлены искусственные водители ритма, то есть электрокардиостимуляторы. На сегодняшний день клиника выполняет в год порядка 600 оперативных вмешательств по установке искусственного водительного ритма электрокардиостимуляторов, как однокамерных частот адаптивных, как и двухкамерных частот адаптивных кардиостимуляторов. Данные пациенты требуют диспансерного наблюдения, коррекции данных стимуляторов искусственного водителя ритма. Значит, мы хотим внедрить систему дистанционного наблюдения, программирования. То есть существуют такие программаторы, которые могут на расстоянии программировать пациентов. Но такие пациенты обязательно должны осматриваться врачом, это в присутствии врача. Но пациенту не обязательно каждый раз ездить в региональный сосудистый центр, преодолевая огромное расстояние. К примеру, это можно будет сделать на расстоянии технические. На сегодняшний день такие возможности есть. Значит, я думаю, что буквально в первом-втором квартале мы реализуем эту идею. Значит, еще одно важное направление, которое мы хотим реализовать в этом году, это организовать круглосуточный, дистанционный мониторинг сердечной деятельности у пациентов. Что это такое? Этот мониторинг представляет из себя мобильные системы. Это нательный модуль и модуль в виде браслета, который снимает основные данные. Он может и снимать ЭКГ, он может снимать частоту дыхания, частоту сердечных сокращений, положение тела человека, температуру и все остальные, и другие основные показатели. То есть он крепится, он очень мобильный, маленький, он крепится на обычных ЭКГ-электродах, не мешает. При возникновении какой-либо проблемы у людей, страдающих болезнью системы кровообращения, а в первую очередь мы хотим внедрить ее для диспансерного наблюдения у тех пациентов, которых мы прооперировали, которым мы провели высокотехнологические медицинские вмешательства, это ортокоронарное шунтирование, это пациенты после стентирования. При появлении боли за грудиной, при появлении болевого синдрома, при том, что пациент начинает чувствовать перебой в работе сердца, он просто нажимает на красную кнопочку на нательном модуле, и нам в режиме, принцип действия какой, в режиме реального времени передаются все данные, и мы можем активно выйти на данного пациента и уже провести консультацию в режиме реального времени. Вот это наши планы на будущее. Ну, к сожалению, на этом мы вынуждены программу установить. Спасибо большое за пояснение. Я уверен, что у каждого еще есть что сказать. Вот как мы видим, система помощи, оказания помощи по кардиологической части в Киевской области очень активно развивается. Мы надеемся, что вы к нам еще придете обязательно и расскажете как раз о новых технологиях, которые постепенно будут вводиться и в этом году. Я уверен, что дальше будут вводиться. Вот нашими экспертами сегодня были Екатерина Ведякина, исполняющая обязанности заместителя министра здравоохранения Киевской области, Вадим Ральников, главный врач Киевской областной клинической больницы и Антон Завалин, руководитель регионального саудистого центра. Да, еще? Я бы хотел еще дополнить, что в этом году объемы выделенных квот на оказание высокотехнологической медицинской помощи, они значительно выросли. И это и по кардиохирургии мы получили на 702 квоты больше. Кроме того, я хотел бы еще добавить очень важный фактор, что в 2016 году из сверхбазовой программы обязательного медицинского страхования в базовую программу были переведены установка двухкамерного частота дептинного кардиостимулятора и очень важным фактором, очень важным значением в этом году я считаю, то, что в базовую программу обязательного медицинского страхования включили аортокоронарное шунтирование. Это говорит о том, что помощь, высокотехнологическая медицинская помощь жителям нашего региона она будет более доступна, потому что раньше она выполнялась в федеральных центрах, только в федеральных центрах, но не только жителям нашего региона, но и иногородним пациентам. Имея полис ОМС, направление мы можем лечить пациентов со сложной патологией системы кровообращения бесплатно. Бесплатно, и это позволит нам вот те мероприятия, о которых мы сегодня говорили, это позволило нам в первую очередь достичь основной стратегической цели, это снизить летальность в группе острого инфаркта миокарда на полтора процента, и она сейчас у нас составляет практически такие же цифры общероссийские и среднеевропейские цифры удалось снизить нам в течение года суточную летальность при остром инфаркте миокарда на 10 процентов. Но нам еще всем предстоит и системе, всей системе в целом предстоит еще очень большая и кропотливая работа в данном направлении. Спасибо. Да, спасибо. Очень важно действительно дополнение, которое показывает очередной раз, что Кировская область приближается по своим стандартам, по своим возможностям к ведущим европейским странам. Так, спасибо большое всем еще раз. Ждем вас с новыми рассказами о развитии нашей областной медицины. Всем будьте здоровы. Спасибо. Здорово. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.